Друзья, всем привет! В очередном видео я общаюсь с Маратом Никитином, моим хорошим знакомым из города Галгари, провинции Альберта. Мы с Маратом поговорили в этот раз на другую тему. В прошлом видео, возможно, вы уже его смотрели, мы разговаривали на его смену профессии, как он из нефтегазового специалиста стал программистом или software developer. Но в этом видео мы все-таки затронули тему нефтегаза, поскольку у Марата и образование хорошее, и большой опыт работы в этой сфере. И он в том числе работал в нефтегазе в Канаде. Мы два года назад записывали про это как раз с ним видео. Но вот сегодня мы записали такое немножко обновление и обсудили состояние отрасли, как вообще сейчас обстоят дела с работой в отрасли, как лучше найти свою первую работу в нефтегазе, есть ли какие-то шансы вообще поиска из-за рубежа и какие есть перспективы развития карьеры в нефтегазе здесь, в Канаде. Ну и также немножко затронули наше видение, как вообще может развиваться индустрия в следующие несколько лет. Будет ли она улучшаться, повышаться на работу, количество работы или наоборот будет снижаться. Поэтому всем тем, кому интересна тема нефтегаза или состояние этой отрасли, будет интересно посмотреть это видео. Ну а если вы работаете в какой-то другой отрасли индустрии и хотите похожим образом поделиться своим опытом, да, и возможно рассказать о работе в вашей индустрии, поделиться какими-то наблюдениями, мнениями или даже советами для других людей, я буду рад с вами записать похожее видео. Поэтому свяжитесь со мной в соцсетях. Лучше, если вы это сделаете в Телеграме, я всегда доступен в Телеграме, поэтому обращайтесь, мы с вами обсудим, возможно, такую тему и запишем отдельное видео. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть вам наш разговор с Маратом. Если еще не подписались на канал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас, чтобы смотреть похожее видео в первую очередь. Ну, предлагаю вам наш разговор. Марат, приветствую тебя. Глеб, привет. У нас прошла неделя и мы с тобой снова записываем разговор, видео, да, у нас уже такое становится традицией с тобой. Ты скоро будешь у нас таким регулярным гостем на канале. Вот, но я думаю, это не зря, потому что, судя по фидбэку, который, после видео, которое мы получаем, это проводится не зря и людям нравится. Спасибо, что зовешь, приглашаешь с удовольствием. Да, да. Я сегодня, видишь, в такой вот футболке, немножко тематической, да, потому что сегодня пообщаемся с тобой на тему нефтегаза канадского, может быть, даже затронем российский. Вот у тебя такой был экспириенс. Почему я решил записать с тобой это видео? Мы с тобой в прошлый раз, когда записывали видео о твоем переходе из нефтегаза в IT-индустрию, да, очень хорошее, кстати, получилось видео. Если вот те, кто сейчас смотрит это видео, еще не смотрели, пожалуйста, переходите, смотрите его, потому что там очень много полезных советов от Марата по поиску работы, по тому, как перейти из одной профессии в другую. В общем, очень хороший обстоятельный разговор получился. Но в том разговоре мы, в принципе, затронули тему твоего предыдущего опыта работы, твоей профессии, твоего образования, да, это все было в нефтегазе. И за кадром мы с тобой даже несколько пообщались на тему состояния нефтегаза, вот. А потом, когда мы с тобой этот разговор закончили, я очень пожалел, что мы это не записали. Вот, поэтому, как помнишь, я тебе и предложил сразу записать вот такое видео и поговорить на тему работы в нефтегазовой индустрии в Канаде, в частности, да, потому что все равно есть огромное количество людей в мире, да и в наших постсоветских странах, которые, у которых и образование, и опыт работы в нефтегазовой индустрии, да, в различных, скажем, направлениях, вот. И они в любом случае, те, кто хотят переехать в Канаду, они рассматривают для себя возможность продолжения карьеры в Канаде, да. Собственно, у тебя была абсолютно такая же история, вот. И когда переезжал, ты и работал уже в нефтегазе, вот. И поэтому я бы у тебя хотел спросить первое вот что. Для тех, кто думает, вот, переезжать, не переезжать, да, а получится ли с работой или не получится, вот как ты себе видишь эту перспективу для людей, которые хотят переезжать и которые собираются искать работу в нефтегазе? Насколько реально для людей, которые никогда в Канаде не работали, найти какую-то работу? И если реально, то какую работу, да, то есть, может быть, затронешь свой, опять же, предыдущий опыт, как тебе удалось найти такую работу, вот. И вот насколько ты видишь вот этот вот путь? Ну вот, с последнего разговора на эту тему, которую мы записывали, видео было осенью 20-го года, почти два года назад. За это время ситуация в нефтегазовой отрасли Канады, она изменилась кардинально. То есть, если тогда был глубокий кризис, и тогда состояние было близким ко дну, то сейчас в нефтегазовой отрасли Канады дела идут вполне хорошо. И если вы работаете по этому направлению, то сейчас, возможно, одно из лучших времен, чтобы ехать в Канаду, чтобы начинать работать в этом направлении. И сейчас уже возможности гораздо лучше. Из того, что я слышу от коллег, из того, что я вижу, читаю, ситуация сейчас такая, что в полях людей нанимают очень активно. То есть, сейчас, если вы готовы работать в полях, то найти работу довольно-таки просто. Вот если посмотрите то видео двухлетней давности, где я описывал свой опыт, этот метод, он до сих пор работает. И также интересная особенность, специфика канадского нефтегаза, то, что времена меняются, но люди не меняются. То есть, то, что люди любят, чтобы вот к ним пришли, чтобы вот им там пожали руку, посмотрели им глаза, с ними поговорили, то есть, это все так же ценится, это никуда не ушло. Поэтому, как бы в поиске работы, вот то, что мы тогда обсуждали, как я сам тогда находил работу, то есть, просто пешком прийти, зачастую это там без какого-то предупреждения, просто зайти в офис компании и поговорить с людьми, спросить человека, может быть, который вот была у вас тут вакансия месяц назад, два назад. Вот хотел бы там задать побольше вопросов, с кем можно обсудить. И, ну, есть вероятность того, что с вами не поговорят. Ну, сейчас времена такие, что, скорее всего, поговорят. Еще такой интересный парадокс, то, что люди, которые ищут работу в этой отрасли, жалуются, вот было несколько таких вот людей, с которыми я встречался, разговаривал, они жаловались на то, что они видят большое количество вакансий онлайн, они на них подаются, они, у них там есть профильный опыт работы, у них есть там профильное образование, им никто не звонит, им никто не пишет. И вот за последние три месяца я вот трем людям порекомендовал лично вот приехать и поговорить, встретиться с людьми. Вот все три человека поехали в Red Deer, и все трое, ну, двое там, с предварительной подготовкой, один просто вот на бум поехал. и все трое, они в итоге нашли работы, просто приехав, поговорив на месте. Еще особенность такая, что если ехать куда-то, то, соответственно, специфика такая, что географически это обычно достаточно ограниченные места. К примеру, в Red Deer есть такая улица Edgar Industrial, где находятся вот как раз местные базы этих компаний. Вот приехали на эту улицу, и там каждая первая компания без исключения нанимает, им нужны люди. То есть там заходите, за один день, ну, можно даже на спор, скорее всего, найдете работу. Да, я, кстати, я был там не раз, потому что в своей предыдущей компании, в которой я работал, у меня, кстати, кружка, хочу им передать привет ребятам из Rigger. Это компания, которая занимается разработкой программного обеспечения именно для компаний в нефтегазовой сфере. То есть я работал в этой компании, и я туда ездил, в Red Deer как раз, на вот эту улицу, где вот эти все шопы стоят. И там пешком можно вот так все их обойти, в каждой зайти, пообщаться. И поэтому там всегда есть какие-то люди, какие-то operations менеджеры какой-нибудь будут сидеть, диспетчер какой-то будет сидеть. И вот это вот люди, в принципе, к которым вам нужно идти. Да, потом есть еще к югу от Эдмонтона два пригорода, это Ниску и Ледук. Ну, там между ними разница, там зачастую не поймешь, где заканчивается один, начинается другой. Та же самая история, может быть, просто больше компаний, больше возможностей. И третье направление я бы выделил, наверное, Grand Prairie, куда я в свое время поехал, ну, так и не доехал. Там, наверное, дела будут даже еще несколько лучше. Это вот что касается поиска работы в полях. В офисах парадокс заключается в том, что в офисе еще до сих пор компании нанимают неохотно. Нанимают уже, плохие эти времена прошли, то есть пошло движение, но в основном уже каких-то там знакомых по нетворку, то есть общаясь с другими людьми, если вас там люди порекомендуют, так еще можно найти работу, хотя как бы вот в полях вроде как все хорошо, людей нанимают, не хватает людей, а вот в офисе до сих пор, пока нанимают вяло, то есть компания больше там фокусируется на своей эффективности. Если тоже работа могут там меньшее количество людей сделать, то зачастую оно так и продолжается. Да, и мне кажется, что компании все-таки медленно, но вот они учатся вот этому, вот этой цикличности, когда идет подъем, все начинают набирать, раздувать штаты, набирают огромное количество людей, которые, может быть, даже и не нужны компаниям, а потом им все равно приходится этих людей увольнять, и всегда это очень болезненный процесс для компании, для всей индустрии, поэтому сейчас, возможно, компании более аккуратно подходят к набору офисного персонала, и вот, как ты сказал, стараются, так скажем, поднять продуктивность, возможно, людей, то есть меньшим количеством персонала делать примерно те же проекты, может быть, да, большого масштаба. Вот, но вопрос такой, а как ты думаешь, есть ли перспектива у тех, кто сейчас, предположим, уже офисный работник в нефтегазе, да, или, возможно, занимает какую-то руководящую должность в полях, да, начальник там, не знаю, участка, или вот, как это правильно называется в нефтегазе, есть ли у них перспектива, если они приедут сюда и начнут работать в поле, продвигаться выше и выше, и, возможно, потом перейти в офис? Да, такие перспективы есть, и, наверное, это как раз, ну, опять же, если вы переезжаете в другую страну, то с высокой вероятностью новая ваша работа, даже если вы будете работать в той же отрасли, скорее всего, будет это там, ну, шаг вниз, может быть, два, может и три, то есть, ну, как бы общий момент это то, что вы должны готовить, в которой вы работали, да, там на должности ниже, как бы показывать, что вы чего-то достойно, чего-то можете, и там уже, как бы, ну, искать возможности. Потом другой момент, это работу искать легче, когда у вас уже есть работа, то есть наличие вот этого канадского опыта, для того, чтобы его начать получать, вам надо работать, а зачастую для того, чтобы начать работать, надо, чтобы был канадский опыт. Поэтому зачастую, может быть, стоит пойти на компромисс, начать там с подплантный опыт и тем временем продолжать искать потом. Поэтому даже если вы офисный работник, но у вас есть такая возможность работать в полях, не у всех может получиться, может быть, по семейным обстоятельствам, потому что это зачастую без графика, зачастую это затяжные вахты. И специфика такая, что не всем подойдет, может быть, как временное решение на несколько месяцев с тем, чтобы уже, имея эту работу, найти работу. Ну и то же самое, если вас работа в полях устраивает, то начинаете с одной работы, а там уже в полях, общаясь с людьми, вы уже узнаете, что где-то есть работа лучше, то есть где-то график интереснее, где-то оплата лучше, где-то компания с социальным пакетом лучше. То есть я когда работал в полях, у меня такая возможность уже была. То есть была возможность перейти в смежную крупную международную компанию, такую возможность я видел. Ну так как вахту, в принципе, не рассматривал как вариант продолжения, то я тогда от такого варианта воздержался, хотя он такой был. И я тоже добавлю здесь, вспоминая свои времена, работая вот с десятками разных нефтегазовых компаний, причем это небольшие компании были, то есть это не такие там большие имена, это в основном локальные какие-то и в Реддири, и в Ледуке в том же. Кстати, Ледук вообще считается центром зарождения нефтегаза в Альберте, вот именно оттуда пошли первые компании, вот, и добыча оттуда, по-моему, даже началась. Но неважно. И вот в Ледуке там у нас были клиенты, и каждый раз, вот общаясь, а я общался в основном там с топ-менеджментом этих компаний, да, но топ-менеджеры это в основном основатели, потому что они небольшие. И каждый раз спрашивая, какие у вас проблемы в бизнесе, они всегда говорили, нам не хватает хороших, грамотных людей, ответственных, да, вот кто может на себя взять какой-то участок большой работы. Нам не нужны там просто вот работяги, хотя и таких не хватало, но всегда в каждой компании не хватало вот человека, который уже как-то может организовать других людей, да, там стать, там, не знаю, каким-то начальником ремонтного цеха или стать начальником там цеха там какого-то аренды оборудования, да, особенно тех, кто владеет там компьютерным обеспечением, компьютером хорошо, да, потому что вот мы устанавливали компьютерное обеспечение, программное обеспечение точнее, и софтвер, и была всегда проблема найти человека, который на себя возьмет вот эту ответственность, всей компанией вот руководить вот этим проектом. Поэтому мне кажется, если уже у человека есть хороший опыт работы и какой-то даже опыт руководства другими людьми, у него здесь перспективы очень хорошие. Главное себя зарекомендовать как ответственного, готового брать на себя ответственность за работу, за других людей, да, за результат, и таким образом себя проявлять, и хочешь не хочешь тебя рано или поздно все равно повысит, или перейдешь в другую компанию. Ну да, в условиях дефицита людей больше вероятность уже вырасти в самой компании, где вы начали расти, ну и либо также просто общаясь с людьми, опять же, вот эти вот контакты и наличие хороших рекомендаций, зачастую неформальных, оно как раз имеет значение, когда люди видят, что человек адекватный, что человек с головой, что у него есть какая-то инициатива, ему что-то надо, к чему-то стремиться. Это очень востребовано, и практически всегда, даже компании, когда был там кризис, им всегда нужны были такие люди. Если хорошие знакомые могут сказать, что вот хороший, возьми его, не пожалеешь, понравится, то этому весьма вероятно могли прислушаться, даже тогда, когда не нанимали людей. Да, давай поговорим, а, еще последнюю здесь тему хотел затронуть, насчет английского языка, да, вот насколько ты считаешь, хороший должен быть уровень английского, или как, на твой взгляд, вот относятся к тем, кто не очень хорошо говорит по-английски, ну там, скажем, средний уровень, там возьмет интермидия, да, какой-нибудь, то есть насколько это может быть преградой в поиске работы и потом именно в работе? Ну, специфика такая, что, как бы, акцентами людей, они, как бы, их слышали, они вас хорошо поймут, а другое, что, скорее, у вас будет проблема в том, чтобы понять людей, что они говорят, потому что, ну, это одно дело, допустим, там, в Талгере, либо в Эдмонтоне вы разговариваете с людьми, они говорят на корректном, правильном английском языке, у них хорошее произношение, их приятно слышать, их приятно понимать, а другое дело, когда вы разговариваете в полях, то есть это уровень языка немножко другой, грамматика немножко другая, словарный запас, лексика и оттенки ранее знакомых слов, они уже совершенно другие, все это выговаривается не в полной мере, и иногда хочется сказать, вот, как бы, вот, а можно то же самое повторить, но только вот что-то у вас там во рту вытащить. Да, все буквы, пожалуйста, скажите в этом слове. Да, 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 поэтому, как бы, у меня лично, вот, даже, как бы, я приехал в CLB-9, у меня был хороший английский язык, я когда приехал в поля, у меня была проблема людей понимать, то есть они мне что-то говорили, я не с первого раза понимал. Или, допустим, мне там супервайзер звонит, ну, там, допустим, и говорит, там, надо приехать. Я его записывал на телефон, чтобы, ага, он мне сказал, я, ну, там, основу я понял, что, да, там надо приехать, там, например, там, через полчаса. Хорошо, ну, что-то он мне еще сказал, я вот, если честно, не совсем понял. Еще раз прослушал еще раз, ага, ну, вот, вот теперь вроде уловил. То есть английский там будет сложнее для понимания при работе в полях, а вас поймут прекрасно. Да, сто процентов согласен с тобой, потому что, опять же, по моему опыту, я приезжаю в тот же Ледук или куда-то в поля, там, в Гранд Прейере, действительно, иногда сложно понять, что тебе они говорят. Они вроде говорят на английском, но это такой английский, что ты нигде его не услышал раньше и не учил это точно. То есть как-то по-другому даже вот они разговаривают. Ну, это вопрос такой, привыкание, и действительно, поначалу может быть тяжело, потом ты начинаешь как бы больше-больше понимать это. Слушай, хорошо, давай еще поговорим на тему. Как ты думаешь, вот сейчас уже такая больше глобальная тема, да, геополитическая даже несколько, вот в связи сейчас с ситуацией всей, с войной с Украиной, да, со всеми санкциями на Россию, мы понимаем, что нефтегаз в России, скорее всего, будет снижаться, 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 да, как отрасль в целом. Мы сейчас не будем больше там о политике говорить. Вот чисто экономически, вот как ты видишь перспективу, есть ли, допустим, ну не знаю, смысл людям, которые сейчас в нефтегазе в России, стараться переезжать в Канаду, то есть потому что, на мой взгляд, рынок нефтегазовый может перераспределиться, да, в мире, он, в принципе, сейчас уже начинает перераспределяться, то есть там США начинает там лоббироваться интересы в Венесуэле, они там хотят начать увеличить добычу, да, там офшорная добыча увеличивается, и, в принципе, Middle East может увеличить свою добычу в сколько хочет раз, если сейчас как бы им дадут добро, да, там ОПЕК. И получается, что Россию сильно-очень сильно потеснят, соответственно, высвобождается большое количество вот специалистов, да, как ты думаешь, они могут быть востребованы в Канаде? Или здесь своих хватает и, типа, ну, нам других не нужно? Ну, отличительная особенность нефтегазовой отрасли в России, она была такая, что даже в кризисе, даже когда цена на нефть падала очень сильно, там себестоимость добычи нефти, как правило, она довольно низкая, и даже, там, при цене, там, 30 долларов за баррель, это добыча, она рентабельная, и людей массово увольнять не принято, не принято сокращать, то есть люди как работали, так и будут продолжать. Постепенно, конечно, упадок для отрасли в целом, похоже, смотрится, ну, вопрос только на сколько, там, 10-20% в год, может быть, там, можно ожидать, там, падения добычи, то есть постепенное падение добычи скорее будет вопрос на сколько. Также, ну, как бы, важный фактор – это введение эмбарго, по большому счету о нем объявили, но ведь вводят только с Нового года, то есть если поначалу коллеги, которые работали в различных подразделениях той компании, где работал, они говорили, что у них были ограничения по добыче, то есть это, может быть, там, март-апрель месяц у людей появились ограничения, то есть там начали, там, на 20-30, а то где-то и на 50% добычи сократили, то сейчас они вернулись к прежней добыче, и вроде как ограничения по добыче как такового не видно. И это вот такой момент. Потом продается эта нефть со скидкой в те страны, которые в этом процессе не участвуют, это Индия, Китай, с хорошей скидкой, что хорошо для Индии, хорошо для Китая, может быть, не так хорошо для России, не так хорошо для этих компаний, но, тем не менее, эта добыча, она все-таки куда-то уходит, куда-то распределяется, хотя в обозримом будущем, наверное, все-таки падение добычи будет. Еще такой интересный парадокс. Коллеги, которые работают в отрасли, они говорят, что у них не происходит значительного пересмотра планов по бурению новых скважин, по воду новых скважин. То есть это, такое, казалось, направление весьма капиталоемкое, и если ожидать падения добычи, то с чего бы вдруг вводить новые скважины, с чего бы вдруг делать капитальные затраты с окупаемостью 7, 10, 15 лет, зачем делать? Но, тем не менее, эти планы, они продолжаются, то есть завидным упорством надо сказать, что планы по добыче, они продолжаются, хотя предположу, что они снизятся. По поводу людей, которые там работают, то есть такого непосредственно кризиса как такового его нет, то есть люди не теряют работу, даже если у них там происходит снижение объемов работы, оно продолжается. Конечно, реальные доходы падают, это связано с сильной инфляцией, то есть люди, которые могли себе позволить один уровень жизни, они сегодня уже могут позволить другой, но нет такого, что вот там очень много людей потеряли работу, что есть немалое количество людей, которые потеряли работу в связи с закрытием иностранных проектов, например, там, Сахалин Энерджи, там, Салин Петролиум Девелопмент, то есть в связи с уходом вот этих иностранных компаний, а Бритиш Петролиум, допустим, они ушли полностью, то есть те, кто работали в этих компаниях, они потеряли свои работы, то есть это там в начале этого года там тысячи людей остались без работы разного, такие есть, и для них это как бы стало толчком двигаться вперед, а остальные, ну, постепенное как бы ухудшение уровня жизни идет, но не такое радикальное, чтобы... То есть есть некоторые, которые до сих пор, вот как в том анекдоте про перспективы, то есть некоторые до сих пор еще видят перспективы, они за стол двумя руками держатся и как бы, ну, надеются на лучшее. Ну, а те, которые готовы эмигрировать, ну, сейчас объективно это стало делать сложнее, просто даже в организационном процессе, там, допустим, куда подать документы, как на визы податься, там, где IELTS тот же сдать, к примеру, и так далее, то есть определенные преграды новые возникли, те, которых не было еще в начале этого года, то есть объективно стало сложнее, но если это нефтегаз, то как бы в нефтегазе, после того, как вы эмигрируете, найти стало гораздо легче. Поэтому если люди готовы и думают, что стоит, не стоит, ну, сейчас объективно для этого хорошие времена. Ну да, особенно если вот был опыт работы на международных проектах или в международных компаниях, да, те, которые сворачивают все свои проекты в России, то сейчас еще не поздно этим людям податься, возможно, в эти компании сюда, в Канаду и устроятся здесь, да, то есть пока еще есть вот эта вот связь, скажем, недолго, да, то есть окей, их уволили, но у них есть вот этот рекорд, employment record, что они там работали, вот, можно подаваться в эти компании, и возможно, опять же, никто, конечно, не гарантирует, что они перевезут таких людей, но вероятность какая-то сохраняется. Вот, а еще, кстати, хотел заметить, что, ну, вот мы говорили про работу в полях, да, это, конечно, мы не говорим, что это вот однозначно всем нужно теперь ехать сюда и работать в полях, потому что это очень сложно, да, и физически, и зимы холодные, и работа далеко не в самых лучших погодных условиях, и, кстати, многие из-за этого даже бросают эту работу, вот я знаю даже вот канадцы, да, которые там молодые решили пойти поработать в нефтегаз, летом начали на филде работать, все классно, денег платят немерено, можно все себе позволить, как только начинается зима, морозы минус 40, снега вот так, что на траке не видно, куда ехать, вот, и эти ребятки сразу раз и сливаются, вот. Ну, вот те, которые покрепче, они, конечно, остаются, и как раз тогда и потом дальше и продолжают работать, вот, и мне кажется, что все равно вот эта вот ниша работы в полях, она все равно открыта, да, потому что мы с тобой говорили, что раньше вот когда был бум там 12-13 год, то со всей Канады люди съезжались в Альберту, там с Принца Эдварда Айнланд, с Ньюфаундланд, ребята приезжали специально на заработки, да, в Альберту, чтобы вот заработать денег, и действительно зарабатывали, зарабатывали там больше сотни тысяч долларов в год, занимаясь там кручением гаек, или там водили трак просто и все. Да, действительно, и сегодня я слышу то же самое, что те рейсы, когда люди там, ну, их называют, те, кто с Ньюфаундланды, с восточной провинции прилетели, то есть для них исторически организовывали рейсы, то есть полный рейс работяка, который там привозили куда-нибудь в Порт Макмюррей, и даже была такая шутка, что это столица Ньюфаундланды, потому что большое количество вот их, как называют Ньюфи, приезжало работать в тех местах, и вот эти вещи уже возобновили, то есть те люди, которых в какой-то момент мы посчитали, ну, это же дорого, как бы им все это дело организовать, то есть условия, то есть за это надо дополнительно платить, а когда хватало людей здесь на месте, зачем кого-то оттуда возить? То есть были времена, когда рейсы прекращались, сейчас эти рейсы обратно возобновляются, даже разговаривал с ребятами, которые работают в той же компании, где я сам работал, я у них спрашиваю про объемы работы, они говорят, что компании по ремонту скважин, они не готовы обеспечить компании-заказчику столько людей, сколько надо, то есть в компании заказчик просит больше бригад ремонта скважин, и оборудование есть, подъемники есть, не хватает людей, они не могут столько набрать, то есть если раньше там одна бригада ремонта скважин, она работала только днем, то есть это особенность канадского ремонта скважин, что многие бригады работают только днем, а ночью они спят, в одну смену. Сейчас они работают в две смены и не хватает людей. Если раньше они там приехали, допустим, сами приехали днем поработать на две-три недели, а потом их отправили домой, они после этого недели-две дома побыли, то сейчас надо место, то есть один подъемник, одна бригада. Вот сейчас на один подъемник нужно там три бригады, потому что одна бригада работает днем, другая работает ночью, а третья бригада отдыхает и она будет на смену, то есть две недели и там со сдвигом на неделю. И вот таким образом, то есть три бригады, из которых одна всегда отдыхает, две работают, работают круглосуточно и получается есть еще один подъемник, который готовы бы занять, компания-заказчик этого требует, потребность в этом есть, но компании по ремонту скважин не могут найти людей, то есть они просто не могут собрать бригаду для того, чтобы, то есть им предлагают деньги. Да, работа есть, оборудование есть, но некому это оборудование просто довести, установить и сделать работу. Да, да, то есть уже дефицит именно рабочих мест, людей, которые готовы их заполнить, он уже на сегодня уже ощущается. Интересно, да. Ну, слушай, я думаю, что вот как бы мы такую картину несколько нарисовали, она в целом понятна, да, конечно, никто не говорит о том, что вот прям завтра вы приедете, сразу же у вас, вот на вас упадет эта работа, да, то есть, конечно, все равно нужно самому делать усилия, не сидеть на месте в теплом диване, да, и не ждать, что вот сейчас дадут классную работу и все, я тут буду счастливо работать. Как ты уже говорил, что вот ребята, которых ты порекомендовал, да, просто физически взяли и поехали в эти компании своими ножками и вот таким образом получили работу. Да, лучше, наверное, в этом случае не тратить время на какие-то там рассылку, там, резюме очень долго в LinkedIn или там, не знаю, где-то еще, а вот воспользоваться вот этим методом, который сработал и у тебя, который сработал уже у нескольких человек, которых и ты порекомендовал, это просто, как говорят, foot in the door, да, то есть прийти, постучаться, показать себя, рассказать о себе и, но здесь, что нужно, скажем, к чему нужно подготовиться, да, то есть, что могут у тебя сразу попросить, потому что в таких случаях разговор очень короткий, если ты понравился, они тебе спрашивают, когда ты готов выйти на работу, да, но чтобы ты вышел на работу, нужно что-то иметь, что это такое? Ну, водительские права, то, что обычно спрашивают всегда и у всех, как минимум класс пятый полный, то есть, ну, это что-то аналог водительских прав в категории BC, когда можно там и грузовик водить, как ни странно, даже прицеп можно водить, сам такие водил, то есть с пятым классом полным уже нужно о чем-то разговаривать. Не GDL, GDL – это любительские права, с ними работать профессионально нельзя, поэтому, как бы, первое, о чем стоит позаботиться, это по приезду получить водительские права, на это уйдет там несколько недель реалистично, то есть быстрее, чем за месяц, ну, наверное, едва ли получится. Вот, это первый момент. А второй момент обычно требуют одни и те же корочки, то есть это H2S, сероводород, вся нефть в провинции Альберта, она сервится, везде эту корочку требует. Требует корку, значит, First Aid, то есть это первая помощь, потом есть Common Safety Orientation, то есть вот эти три, которые у вас потребуют практически везде. Все остальные – это уже такие, которые просят у каждой компании, у них там своя ориентация, свой курс надо пройти и так далее, то есть они менее критичны, их гораздо легче, быстрее получать. Здесь же на каждую из этих корочек, там, один день, может быть, два дня обучения, причем это не онлайн, это оффлайн обучение, надо будет куда-то прийти, непосредственно там, может быть, там, какие-то там приемы, там, первой помощи, допустим, там, руками поделать, да? А куда, вот какие организации это проводят такие сертификации? На самом деле большое количество, даже, к примеру, в Калгари, там, если даже прогуглить, их там десяток найдется, и в каждом городке эти организации есть, то есть если вы просто смотрите H2S, и как бы где это получить – пожалуйста, First Aid, где это получить – пожалуйста, но, как бы, критичный момент, наверное, это водительские права, все остальное, если у вас нету, ну, эти корочки, они там 150, 200 долларов, там, каждая там стоит, если у вас есть возможность, пока вы там ждете водительские права, эти корочки получить, это будет хорошо в том смысле, что вы придете, как бы, с человеком поговорите, понравитесь, он скажет, когда готов работать, завтра, а у тебя есть такие-такие корочки, такие-такие есть, а вот такие, а вот таких нет, ну, это быстро, вот сейчас сядешь за компьютер, сделаешь, и давай там завтра, послезавтра, ну, может быть, там, через неделю уже выходи на работу. Ну, и, конечно, машина будет не лишним средством, которое нужно приобрести, да, потому что часто тебе нужно будет добираться просто до места работы куда-то далеко, вот, если мы говорим о Red Deer, это 150 километров от Calgary, вот, как бы, на автобусе ты не доедешь, и постоянно, как бы, искать кого-то, кто тебя подвезет, компания тебя не будет забирать, да, то есть твоя задача – добраться до места работы. Ну, да, то есть если, к примеру, Calgary особенно, там, если, к примеру, вы там поселились в Red Deer, либо там в Edmonton, либо в Grand Prairie, тогда, может быть, там, как-то без машины еще как-то можно выкрутиться, хотя зачастую даже вот это вот несколько километров до работы доехать, ну, при отсутствии, там, тротуаров, тоже, как бы, та еще задача. То есть водительские права и машина к ним, конечно же, да. Да, хорошо. А что касается какого-то PPI, да, нужно же что-то иметь или все выдают на работе? В большинстве случаев средства индивидуальной защиты выдают компании в полном объеме. Могут быть исключения, когда могут сказать, что выдаем все, кроме ботинок, то есть ботинки там приобрести на свой вкус. То есть какие-то компании это компенсируют, какие-то компании могут сказать, что приобретешь за свой счет, то есть, ну, там, 100, 200, 300 долларов, там, за пару отдать и уже потом начать работать. Да, да, да. Ну, хорошо, понятно. В целом, я не знаю, мы, наверное, обсудили все, может быть, у тебя что-то было бы добавить. Наверное, такой вопрос, который я часто вижу в комментариях, что люди ищут работу, будучи за границей. Вот специфика такая, что из-за границы найти, ну, во-первых, вы из-за границы пешком не придете, руку не пожмете человеком, не поговорите, найти тяжело. Даже будучи здесь, вы будете подаваться онлайн, но все равно будет тяжело. И на сегодня, пока компании еще не дошли до этого, я полагаю, это все равно вопрос времени, там, может быть, там, года-двух, когда компании будут нанимать людей из-за границы. На сегодняшний день до этого они не дожили, то есть оформлять рабочую визу, это процесс долгий, и многие компании стараются этого избежать, они готовы платить больше, лишь бы все это было быстрее, без этой возни. То есть, находясь за границей, найти работу в нефтегазе в Канаде до сих пор очень сложно, практически, ну, шансы ваши очень будут близки к нулю. Поэтому в идеале это с какой-либо визой, там, если у вас есть там открытая рабочая виза, в идеале, если у вас там есть пиар, есть возможность приехать, эмигрировать, то здесь на месте уже найдете, а из-за границы до сих пор тяжело. Да, да, ну, это важное условие, действительно, потому что нужно уже оказаться здесь каким-то образом, да, по какой-либо визе, я не знаю, может быть, кто-то даже умудрится, там, рискнет приехать сюда по обычной визе, по турвизе, да, и уже искать здесь на месте работу и пытаться перейти на рабочую визу. Это сложный процесс с точки зрения вот эмиграционного законодательства, потому что не всегда у вас получится таким образом получить рабочую визу, потому что по умолчанию она всегда нужно подавать на рабочую визу из-за границы. Однако я не буду глубоко вдаваться, это все-таки эмиграционная тема, да, и здесь есть и нюансы, и какие-то исключения, и, в общем, но это действительно важный момент, когда нужно быть в Канаде для того, чтобы вот так вот, как мы сегодня рассказали, быстро найти работу, да, удаленно, компании вряд ли будут рассматривать, как ты сказал, может быть, через год-два, когда будет вот такая вот сильно-сильная нехватка кадров и когда уже местных кандидатов нету, то компании, конечно, будут идти на этот путь, вот. Насколько я знаю, в Альберте даже есть, когда преференциальный путь эмиграции для вот работников нефтегаза или, может быть, сейчас он временно не работает, но такая вот потребность в рабочей силе всегда там есть. С учетом того, что провинциальная программа, она находится в руках провинциального правительства, здесь это консерваторы власти, и они традиционно поддерживают нефтегазовую отрасль, традиционно хорошие теплые отношения идут, то есть спрос со стороны нефтегазовой отрасли, он большой есть, потребность в людях есть, и я предполагаю, что в скором времени можно ожидать, что будут какие-то подвижки, преференции в плане того, чтобы через провинциальную программу как-то поощрять, притягивать людей и работать в провинции Альберта. Да, ну и более того, если у нас состоятся, точнее, когда у нас состоятся новые парламентские выборы, когда у нас будет новый премьер, возможно, да, опять же, не знаем, но если вот к власти придет консервативная партия вновь и консервативный премьер-министр, я думаю, это даст сильный буст oil and gas в Канаде, и тогда можно ожидать, что, возможно, и миграционная политика упростится для приема таких работников иностранных, потому что будет, скорее всего, еще больше нехватка, однако это не произойдет, конечно, в течение месяцев, вот это уже перспектива двух-трех лет после того, как выборы пройдут в пользу консерваторов. Это лично мое такое ощущение. Ну да, они традиционно поддерживают и они знают своего избирателя, то есть за консервативную партию традиционно голосует провинция Альберта, провинция Соскочеван в полном объеме и восточная часть провинции Британская Колумбия, та, которая как раз так или иначе с нефтегазовой отраслью связана территориально. То есть они знают своего избирателя, они знают, что это то, что хочет их избиратель, чтобы эту отрасль поддерживали, ну и, соответственно, они эту отрасль и поддерживают. Да, да, это правда. Ну а тем временем, если вы думаете переезжать, не переезжать, когда переезжать, что можно делать сейчас, это в любом случае учить английский язык, готовиться, потому что для многих это длительный процесс, кому-то и полгода нужно, чтобы выучить или дойти до какого-то определенного уровня, кому-то и год. И вот у вас, возможно, есть вот этот год, может быть, уже и нет, для того, чтобы подтянуть уровень английского, потому что одно из главных таких требований для эмиграции потом – это именно хорошее знание английского. Да, очень важный момент. Да, хорошо, Марат, большое спасибо за интересную беседу вновь. Да, я тебе дам последнее слово в плане того, что если кто-то с тобой хочет связаться, как он может связаться, и как тебе упростит общение с этими людьми, возможно, у тебя есть какие-то требования. Ну, если есть желание пообщаться, и особенно если, к примеру, у вас там есть релевантный опыт в нефтегазовой отрасли, есть там желание в этом направлении работать, ну, я готов пообщаться, я открыт к общению. Также можно оставить ссылку на LinkedIn, можете мне написать на LinkedIn, там уже дальше можно общение продолжить. Если это какой-то там один-два вопроса, можете написать комментарий под этим видео. Рассмотрю, отвечу по существу как бы с удовольствием. В принципе, иду охотно на связь, особенно если в этом направлении, пожалуйста, выходите на связь, буду рад общению. Окей, хорошо, отлично, спасибо большое. Марат, будем на связи, появятся новые темы для разговоров у нас, запишем еще видео. Вот тебе всего хорошего. Спасибо, Глеб, всего хорошего. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!